Всем огромный привет! Сегодня я хочу поделиться с вами чем-то откровенным для меня, историей из моей жизни, о которой я делилась не с каждым, но сейчас я понимаю, что пришел тот момент. Возможно, эта история как-то вас замотивирует, у меня аж мурашки по коже. Насколько вы знаете, я человек, который верит в то, что мысли материальные, во все случайные встречи, которые уже совершенно не случайные. Начну издалека. Когда-то давно я слышала о вегетарианстве, сыроедении, но никогда не думала, что я буду отождествлять себя с такими направлениями. Я думала, что это что-то далекое, но как-то, раз это коснулось и меня, я увидела канал Романа Милованова, который в коротких роликах рассказывал о своем приходе сначала к вегетарианству, потом к сыроедению. Когда я первый раз увидела его видео на инстаграме, меня они не зацепили, но я решила подписаться. С каждым разом, смотря такие короткие ролики, мой мозг откликался, ему казалось, что эта информация реально правильная. Я не хочу ни в коем случае пропагандировать вам какое-то определенное питание, вы не должны себя ни в чем ограничить, вы должны делать то, что вы чувствуете и что реально вот у вас сейчас на душе. Вот вы хотите это делать, значит, это вам так нужно. Главное, чтобы это было не навязано. Я хочу поделиться с вами своей историей, а ваш выбор уже принимать ее, идти по моему пути или же просто брать какие-то элементы. Впервые у именно Романа Милованова я услышала о том, что мясо может быть вредно, что и молоко может быть вредно. И в моей голове были такие вопросы, что, почему, зачем, от чего, в смысле. И, конечно же, мне стало интересно, как любому человеку, любопытному, как ребенку. Роман давал книжки определенные, я их не читала, потому что мне была лень, я смотрела ролики. В них он подробно описывал, почему вредно молоко, почему мясо плохо. Не просто потому, что убивают животных, на это есть определенные факты. Я в этой теме не эксперт, поэтому я не хочу на ней очень сильно останавливаться долго, потому что боюсь, что я могу что-то наврать, все для того, что он меня этим зацепил. Я поняла, что я хочу это попробовать. У меня очень долгое время это не получалось, потому что отказ от мяса сопровождался резкими срывами на сладкое, на какую-то ненужную еду мне, то есть резкие скачки углеводные. Я поняла, что я не могу отказаться от мяса, потому что оно мне дает насыщение на долгое время, и я не знаю, чем заменять это. А если и знала, то это слишком дорого, нужно это готовить, носить с собой. В общем, я на это не согласилась и отложила тему отказа от мяса далеко и надолго. Но в один момент я поняла, что нет, все-таки я хочу, я начала читать книгу «Китайское исследование». Если честно, я ее не дочитала, это неправильно. Я вам не советую так делать, если вы уже начали какую-то книгу читать, если она действительно откликается, то лучше дочитать ее до конца и уже приступать к следующей. Его ролики начали все чаще и чаще появляться у меня в ленте, в инстаграме. В какой-то момент я реально отказалась от мяса, то есть я просто перестала есть его. Сначала было тяжело, потому что я набрасывалась на другие вещи, там типа сыр, шоколад, булочки, то есть мне нужно было где-то брать энергию. Знаете, что самое странное, в какой-то момент я даже не поняла, что я начала поправляться. Я нравилась себе на фото, вроде бы я всем нравилась и все было хорошо, но только сейчас я понимаю, что тогда я отъелась до 61 или 62 килограмм, и это было просто жутко, реально на это было очень-очень-очень страшно смотреть. Ну, точнее, мне сейчас на это как-то очень неприятно смотреть, я не представляю себя в таком весе. И в какой-то момент я поняла, что все, нет, я так не могу, у меня никак не получалось похудеть. Ну вот серьезно, я и пробовала все возможные методы похудения, правильное питание, интуитивное питание, все, все, что только возможно. И в один момент я поняла, что мне нужно просто найти человека, который бы мог помочь мне рассказать, как это не поправляться и не есть мясо. Я просто написала одному молодому человеку в инстаграме, мне показался его профиль очень интересным, плюс я видела, что он там похудел, что он вегетарианец, семьянин, мне стало это интересно. Я написала, давай встретимся, почему нет? Мы встречаемся. В этот день, кстати, я должна была встретиться со своими одноклассницами. Они употребляли алкогольные напитки, я как бы не пила особо, и поэтому я как-то, мне не хотелось туда ехать. В общем, я прихожу, мы встречаемся с этим, с моим другом, его зовут Виталий. Он мне рассказал о очень крутой штуке, как NG Diet. Это функциональное питание, которое полностью заменяет один прием пищи. На тот момент я, честно, была готова на любое, на любое что-то, спасение, чтобы просто хотя бы 2-3 килограмма скинуть, потому что я чувствовала себя безумно некомфортно в своем теле. Вот тот момент я как бы себя не чувствовала толстой, но вот я прям, знаете, шла и вот чувствую вот эти ляжки тупые трясутся, и прям вот бесит, бесит это. Я говорю, окей, я попробую, возможно, не знаю точно. И в этот момент к нам за стол подсел человек, который очень сильно повлиял и влияет на меня сейчас, в данную секунду. Я безумно ему благодарна, об этом я расскажу чуть позже. В общем, к нам подсаживается Илья, и он произвел на меня на тот момент такое сильное впечатление, и в его руках я увидела NG Diet, и я поняла, что все. Просто, знаете, в моих глазах сыграл авторитет, я поняла, что все, мне нужно попробовать. Если эта штука не сработает, то окей. Почему нет? Почему живем один раз, типа, почему не попробовать? В этот день с Виталием мы уже попрощались, ему нужно было идти. Общение с Ильей меня настолько сильно затянуло, мы нашли общие темы для разговора, и я поняла, что я хочу просто поглощать, поглощать ту информацию, которую он мне дает. Мы с ним прообщались с вечера и до, мне кажется, шести или семи утра. Я просто не могла остановиться настолько сильно. Он рассказывал крутую информацию для меня, мне так не хватало такого человека в своем окружении. Я была безумно рада нашей встрече, я просто каждое слово его впитывала. С этого дня, я запомню 4 марта, начался мой новый этап в жизни. Потому что изменения начали происходить не только снаружи меня, то есть я похудела, но и внутри меня. Я реально стала дружить со своим телом, начала приходить к какой-то некой гармонии. И вот, буквально на этой же неделе я пошла в офис, купила себе NJD, вот эти коробки. Первое время я настолько сильно включилась в эту штуку, оказалось, что на этом еще можно деньги зарабатывать, но это отдельная тема. Я прям ходила в офис, я пила NJD. Как я первое время питалась? Утром я выпивала один стакан воды. После этого я на молоке, тогда на молоке, разводила один пакетик NJD. Сытости мне его хватало на 3 часа где-то приблизительно. Я шла в универ, с собой брала яблоко, приходила в универ, там съедала яблоко. Потом проходило время, я могла пойти во Fusion, у нас такая кафешка была. Там я брала салат, огурцы, помидоры и какой-нибудь капучино латте, потому что мне казалось, что не заполняет мой желудок. Проходило время, я съедала еще одну порцию NJD. У них там разные вкусы, капучино, шоколад, латте, то есть вообще невероятное количество большое. Если вам интересно, то вы можете по ссылке перейти и купить, либо в своем городе, либо заказать, либо можете у меня спросить, я с вами поделюсь этой информацией, но очень тяжело мне отвечать будет всем. Я представляю просто какой будет поток на этом видео, поэтому лучше вы сами перейдите по ссылке, и там все в принципе будет предельно ясно. Так вот, я разводила с молоком, мне это нравилось, потому что это вкусно, это заменяло мне все сладости. Плюс нереальный лайфхак, когда вы хотите есть, берите кофе. Я брала себе либо латте, либо капучино в любых местах. Я ела маленькими порциями, но часто. Фрукты, овощи, NJD. Вообще, по программе, там нужно заменять чуть ли не каждый прием пищи, NJD. Но я так не делаю, я заменяла в основном ужин, потому что на ужин обычно хотелось чего-то сладкого. И утром, чтобы мой мозг подумал, что типа я начала день правильно, с правильного питания, значит я должна его и закончить, ну продолжать правильно, понимаете? У меня очень такой специфический подход к питанию. В данный момент я могу сказать, что я не в гармонии полной с собой, потому что у меня бывают срывы. Об этом реально, на каждую тему нужно отдельное видео. Ну, в общем, у меня такая фишка. Если я утром ем правильно, то на протяжении дня я ем все правильно. Если утром я начинаю со сладкого, то у меня почему-то такой пунктик в голове, типа ну раз я начала день неправильно, значит могу его и продолжить неправильно. И это не очень хорошо сказывается на моей психике. Честно, не знаю, откуда это все пошло, наверное, ну не буду затрагивать эту тему. Но, а вообще, по крайней мере, питание желательно заменять завтрак, обед и ужин, и в промежутках есть какие-нибудь овощи, салатики легкие и фрукты. И за неделю можно скинуть реально там 3-4 килограмма, если вы будете прямо на этой диете сидеть. Я это делала не прямо жестко и резко, я просто заменяла утром прием пищи и вечером. Или же утром и перекус, или же перекус и ужин. То есть 2-3 приема пищи я заменяла NGD. И это реально сработало. Сейчас я вешу около 56 килограмм, на тот момент я весила 61, но на данный момент меня не устраивают мои параметры. Я хочу еще похудеть где-то до 52, то есть я хочу скинуть 4 килограмма, но в принципе мне прямо сейчас не к спеху. Я реально хочу прийти к гармонии с своим организмом. То есть сейчас я позволяю себе все, у меня происходят срывы, я хочу просто прийти к нормальному питанию. На данный момент я и ем мясо, я и иногда пью молоко, но перестала пить NGD на молоке, пью на воде, потому что в принципе мне по вкусу одно и то же. Но я реально просто хочу понять, каково это быть нормальным человеком и питаться осознанно. То есть есть тогда, когда ты хочешь. О, в этом теме я столько тем затронула. Ладно, окей. Вернемся к нашему знакомству с Ильей. Так как Energy Diet это не только способ похудеть, на нем можно и набрать массу, на нем просто это удобно брать с собой, но и на этом можно еще и зарабатывать деньги. У нас есть наша команда IQ+, которой я просто безумно благодарна. Она очень сильно повлияла и влияет на мою жизнь. Сообщество IQ+, включает в себя людей разных профессий, разных возрастов. Самая главная наша идея, что каждый человек по-своему уникален. Каждый человек в чем-то является экспертом. Так вот в нашем сообществе IQ+, каждый человек это эксперт. И каждую неделю мы встречаемся, у нас проходит обучение. Какие мы затрагиваем сферы? Это совершенно разные сферы. Отношения мужчина-женщина, гормоны, инвестирование, финансовая грамотность. В общем, миллион тем, к чему я подвожу. Одно мое действие закрутило сейчас мою судьбу настолько сильно, что я понимаю, что вот я узнала о вегетарианстве, мне заценивала эта тема. Я написала в инстаграм Виталю, через Виталя познакомилась с Ильей. Илья основатель тоже также является сообществом IQ+. Илья начал обучать меня. Я начала инвестировать, кстати, за что я ему хочу сказать огромное спасибо. Реально, насколько он добрый человек и открытый, я таких людей никогда в жизни не встречала. Благодаря Илье мои доходы увеличились в 4, а то и в 5 раз. То есть каждый месяц в горизонтальной прогрессии, и вот так вот идет мой доход, и он не останавливается. И только сейчас я осознаю, насколько безграничны наши возможности с вами. Реально, я могу все, и вы можете все, и я вас верю. Но самое главное начать со своего разума, своих мозгов. Будут знания, придут деньги, любовь, радость, счастье, отношения. Все будет замечательно, но начните с вашего мышления. Хотите увеличить свои доходы, прочитайте книгу «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киасаки. Хотите жить в гармонии с собой, начните медитировать. Медитировать, есть отдельное видео у меня на канале о медитациях. Хотите похудеть, начните читать книгу о правильном питании. Запрограммируйте себя на это, то есть начните отсюда, и тогда все у вас поменяется. Это видео получилось как некая сборная солянка. Я вообще не хотела рассказывать о своем похудении, но так просто получилось. Я хотела рассказать вам о той встрече и о том, что одно сообщение закрутило мою судьбу так, что я похудела, я начала, мои доходы увеличились, все-все-все-все-все-все, там начало становиться лучше. Я уверена, что изменения в моей жизни только начинаются. Я буду очень рада делиться с вами какими-то новыми своими изменениями, своими новыми инсайтами. Я верю, что у вас все получится, и я надеюсь, что вам было интересно меня послушать. Я надеюсь, что вы реально дослушали до конца. Вы также можете написать в комментариях, возможно, истории, которые на вас повлияли, верите ли вы в случайности, может быть, что-то на тему питания. Я буду очень рада послушать все-все-все ваши истории, прочитать. Я вас всех нереально сильно люблю, и помните, что все, что не делается, все к лучшему. Оставайтесь такими же крутыми, такими же радостными, солнечными. Мотивируйте других, заряжайте энергией, читайте книги, развивайтесь, вкладывайте в свой мозг, потому что будут мозги, будут деньги, любовь, счастье, успех, и все будет. С вами была Винка или просто Вета. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok